У наркоманов две такие крайности. Они то ли еще не наторчались, им охота – это движухи, покайфовать, и потом резко, уже поздно, что-то менять. Детство сложное было, конечно. Родители употребляли алкоголь, предоставлен сам себе был. У меня был старший брат, он на то время уже начал употреблять наркотики. И была детская такая вера, что что-то должно произойти все-таки. Не буду я жить все время в таких условиях, с такими родителями, с такими отношениями. Но время шло, и ничего не менялось. Впервые я когда увидел наркоманов, они уже были такие, можно сказать, как обычно говорят, конченые. У них уже были открыты пахи, они кололись в шею, в вены. Они были неопрятные, не одеты грязные, за собой они не следили, кололись там грязными этими шприцами. Но не было того человека, который бы образумил меня в то время. Я привык, что в жизни я добиваюсь его сам. Сам принимаю решения, сам делаю то, что хочу. И я думаю, ну я не такой слабый человек, как они. Состояние такое сложное, когда идет борение, ты понимаешь, что наркотики тебе уже надоели. Ты каждый день себе говоришь после укола, что сегодня последний раз. Приходит время, ты понимаешь, что ты уже на протяжении многих лет это говоришь, и ничего не меняется. Желание было постоянным, потому что не хотелось сталкиваться с этой правдой, действительностью, отвечать на эти внутренние вопросы, которые возникали. Почему я употребляю наркотики? Зачем мне это надо? Радость от обыкновенных вещей пропала. И для того, чтобы просто есть, спать, смеяться, общаться, нужны были наркотики. И я понимаю, что мне 30 лет, я еще ничего в жизни не видел, а за плечами уже 15 лет стажа наркотиков. Пускай с какими-то перерывами, но не было ни семьи, ни детей. И я думал, ну, может, когда-нибудь я вырвусь все-таки из этого плена. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok